На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему остается сложной. Новостная лента переполнена сообщениями о продолжающемся распространении вирусных респираторных заболеваний, поиске аналогов вакцины спутника ВИ, а также о количестве заболевших и тех, кому удалось выздороветь. Но стоит помнить, что ежегодно в осенний период иммунная система человека ослабевает, поэтому он более подвержен таким инфекциям, как COVID, ОРВИ, риновирусное, энтеровирусное и другие. Вирусы с изменением погодных условий и сезонов активно циркулируют. Также ситуация обостряется сезонным формированием новых коллективов в детских садах, школах, институтах и других организациях. Вирусы, которые сезонные, ежегодно, начиная с сентября, когда формируются новые коллективы в школах, в садиках, в институтах, люди приезжают с отдыха, привозят различные штаммы вирусов, приходит перекрест и начинается вот это сезонное заболевание. Несмотря на то, что коронавирус переносится намного легче и уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии, выросла его заразность и активизировались другие, не менее серьезные заболевания. Поэтому стоит соблюдать меры безопасности и при первых симптомах обращаться к врачу, который поможет своевременно поставить диагноз и назначить лечение. Также необходимо ограничить нахождение в общественных местах. Чтобы защититься, мероприятия те же самые, которые были нам уже широко известны при ковиде, это ношение масок, мытье рук, побольше быть на свежем воздухе, правильно питаться. Можно применять витамины С, витамин С, хиноцею, такие иммуностимуляторы. Но если заболел человек, то обязательно нужно обратиться к врачу или вызвать врача лучше на дом, если есть температура, не ходить на работу, не заражать своих коллег, не заражать в транспорте людей. Поэтому это тоже важно, хотя это сложно выполнить. Люди все нужны на работе и с легкой формой даже руководители просят выйти на работу. Но тем не менее это и является самым опасным в эпидемиологическом значении легкие формы. Когда человек не без температуры, легкое недомогание и происходит очень большое общение этого человека с большим количеством людей и населения и происходит заражение. Ковид-19 на протяжении четырех лет не просто оказывает сильное влияние на эпидемиологическую ситуацию в России, но при этом эволюционирует, меняя свою генную структуру. Поэтому, как сообщают врачи, вакцина «Спутник Ви» перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса. Однако уже известен аналог – препарат «Конвасел», формирующий гуморальный и клеточный иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции. Его ключевая особенность заключается в способности идентифицировать и нейтрализовать различные виды инфекционных агентов. В группе штаммов «Омикрон» затрагивают только поверхностные С-белки, а новая вакцина основана на малоизвестном нуклеокапсидном белке. Поэтому она может стать универсальным препаратом для профилактики COVID-19. «Спутник Ви» ведь там год был. Если год прошел, у нас у всех были QR-коды в госуслугах, вы если помните такой момент. И через год эти QR-коды уже исчезают. То есть считается, что эта вакцина закончила свое действие. Сейчас новый штамм «Омикрона» идет. Мы ждем новую вакцину. Она уже в платных клиниках есть. «Конбасел» называется. Надеемся, что скоро он и в бесплатной сети в поликлиниках появится. Несмотря на сенсационные сообщения о тройной эпидемии, основных причин для паники нет. Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день продолжает оставаться сложной. Но если соблюдать все меры безопасности, рост заболеваемости у населения постепенно будет снижаться. Кристина Отегина, Александр Кузнецов, Универньюз.